МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу, 20.00. Начинаем информационный вечер на Интере. Я Алексей Лихман. Впереди у нас с вами ток-шоу «Черное зеркало». Ну а начнём, как обычно, с главных подробностей этого дня. Календарно-политическая шарада. Европа не может определиться, когда же будет рассмотрен вопрос без виза для Украины. Прощание с надеждой. Батькивщина оформляет развод Савченко. Топонимическая битва. В Одессе сошлись в рукопашной противники и сторонники переименования улиц. Выживай, как можешь. Помогающие тяжелобольным патронажные сёстры сами остались без помощи. Голландское правительство одобрило проект закона, который позволит ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Более того, кабинет министров Нидерландов считает необходимым ратифицировать это соглашение как можно скорее. Следующий шаг, принятый правительством законопроект, должны утвердить палаты представителей и Сенат Нидерландов. Рютте уверен, что их парламент одобрит достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года. Напомню, накануне лидерам стран Евросоюза удалось заключить договоренность с Нидерландами, которая позволит ратифицировать соглашение с Украиной. Санкции против России продлят пока на полгода. Хотя в Брюсселе думали и о 12 месяцах, но некоторым европейским странам это не по душе. Как на саммите лидеров ЕС вели борьбу за ратификацию соглашения Украина-ЕС? Больше подробностей о политических и кулуарных договоренностях европейских политиков знает наш корреспондент в Брюсселе. Несмотря на серьезный кризис в Алеппо, Брекзит и миграционные вопросы, Украине на саммите лидеров ЕС уделили много времени. Настоящий ажиотаж вызвала ратификация соглашения Ассоциации Украина-ЕС. Европа вроде и нам отказать не может, и голландцев игнорировать нельзя. А ведь это именно они застопорили документ, проголосовав против него на референдуме 6 апреля. Теперь, через полгода, премьер Нидерландов Марк Рюте на саммите лидеров ЕС чувствует себя настоящей звездой. Ведь именно от него ждали всех решений, удовлетворяющих и Европу, и Украину, и народ Нидерландов. Я не могу дать моим коллегам никаких гарантий того, что добьюсь исполнения решения, и Нидерланды проголосуют за соглашение между ЕС и Украиной. Но хороший договор дает мне шанс на победу, чтобы его поддержали в нашем парламенте. И мы будем за это бороться. Европейцы пообещали, что если Нидерланды поддержат ратификацию соглашения, оно не будет предусматривать дальнейшего членства Украины в ЕС, военной помощи европейских армий или давать право украинцам жить и работать в Европе. Оно также не предусматривает дополнительной финансовой помощи Киеву, но требует результатов борьбы с коррупцией. Мы сделали все, что могли для спасения соглашения об ассоциации. Ратификация этого документа важна не только для Украины, но и для геополитики и торговых отношений всей Европы. Мы рассчитываем на коллег из Нидерландов. Как только условия протянули и выдохнули, началась суматоха с безвизом. Механизм его приостановления вроде и проголосовали в Страсбурге, но тут же на сайте Европарламента написали, окончательное решение опять перенесут. Теперь на апрель. Позже в прислужбе Европарламента сообщили, что дата ошибочна. Похоже, европейцы не знают, что делать с украинцами. Киев вроде все условия выполнил, но открывать путь украинцам в Евросоюз страшновато. Всему виной бушующий миграционный кризис. Но в кулуарах саммита участники сообщают, что продолжат процесс с марта, а вот когда закончат, неизвестно. Тем не менее, в медиа Украины сообщили, что вопрос предоставления безвиза украинцам деполитизирован. Решение принято и безвизовый решим будет. Украина выполнила все критерии, необходимые для набутя безвизового режима. 144 критерии. Наразі это вопрос внутренней институционной организации голосования в институциях ЕС. Вчера, 15 грудня, Европейский парламент затвердил законодательную пропозицию о механизме тимчасово призупинения действий безвизового режима. Безвизовый режим для Украины набудет чинности сразу с набутем чинности посиленным механизмом тимчасово призупинения действий безвизового режима для третьих стран. Поддержали Киев и в пролонгации санкций против России. Сначала хотели продлить на год, но многие участники саммита выступили против, в частности, Италия. И таким образом санкции продлили на полгода. К сожалению, прогресс минских соглашений не настолько большой, чтобы мы могли ослабить санкции. Мы согласовали их продолжение еще на полгода. Украинский премьер Владимир Гройсман поблагодарил европейцев за решение о продлении санкций против России. На своей страничке в Facebook он написал, цитирую, европейское общество правильно реагирует на преступления агрессора, который должен отвечать за свои антиукраинские действия. Кстати, решение о санкции приняли вчера, во время обеда, где также обсуждали миграционный кризис и много времени уделили сирийскому вопросу. Юлия Мендель, Василий Тружковский. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. Турция построит лагерь для беженцев из Сирии, способный принять до 80 тысяч человек. Турецкие власти планируют разместить там жителей восточного Алепа. Первый палаточный городок уже возводят в 6 километрах от сирийской границы. На его территории разместят 10 тысяч палаток. Известно, что сейчас эвакуированные из Алепа в основном живут в лагерях сирийской провинции Идлиб, но мест не хватает и многие люди нуждаются в помощи. Вчера из восточного Алепа эвакуировали около 3000 человек. Из них более сотни раненых, среди которых много детей. При этом 55 пострадавших из Алепа уже приняли в турецких больницах. Сегодня эвакуацию приостановили. Известно, что тысячи человек еще ждут возможности покинуть разбомбленные районы города. В ООН уже призвали срочно возобновить эвакуацию. Кровавая битва за Алепа и огромное количество жертв среди мирных жителей не оставили равнодушными даже извечных противников Сирии, израильтян. Среди них стали распространяться призывы отправиться на войну, чтобы защитить сирийских детей. Это буквально раскололо страну. Что думают в Израиле об этой войне и что сейчас творится в Алепа, расскажет Сергей Услендер. Он совершенно обычный человек, во всяком случае для Израиля. В прошлом лейтенант спецназа служил с нынешним министром образования Беннетом в подразделении Маглан, воевал в Ливане. Сейчас преподает и занимается семьей. Известным РС стал после вот этой записи в Фейсбуке. Не должны ли мы, тысячи офицеров запаса, обученные и опытные, стать перед Беньямином Нетаньяху накануне заседания министров и сказать ему, господин премьер-министр, мы готовы к войне в Сирии. Мы готовы убивать и быть убитыми ради того, чтобы остановить безжалостные убийства, который прямо сейчас творит режим Асада. Этот пост вызвал такую бурю, что на ее фоне померкли даже скандалы в правительстве. Комментарии в сети разнятся полярно. От оскорблений вроде только идиот может такое предлагать, до сочувственных. Ты прав, нельзя смотреть на это безучастно. У нас сегодня сильное поколение, мощная армия, бойцы, способные победить всех врагов. Нет армии сильнее на Ближнем Востоке. Мы не можем, просто не имеем права безучастно смотреть на то, как убивают детей. Он и сам понимает, насколько наивной выглядит его идея. И с точки зрения закона, Израиль запрещает своим гражданам без особого разрешения принимать участие в боевых действиях в третьих странах. И с точки зрения выполнения, битва за Алеппо почти закончена, да и вряд ли найдется столько желающих поехать в Сирию, с которой десятки лет воевали. Но он снова видит страшные фото уничтоженного города, тела детей под обломками и настаивает, нельзя быть равнодушными. С одной стороны, действительно, такая инициатива может показаться безумной. Ну какое дело израильтянам, казалось бы, до войны в далекой Сирии. Но дело в том, что здесь, на Ближнем Востоке, все очень тесно, и Сирия совсем недалекая. Она вот там, за этим холмом. И разбомбленный Алеппо сейчас в четырех часах езды на машине. Отсюда и война там идет совсем не в телевизоре. Отношения официального Иерусалима к войне в Сирии подчеркнуты нейтрально. Израиль не вмешивается в ее ход, но укрепляет свою границу. Его самолеты бомбят конвои с оружием, которые Дамаск пытается переправить террористам из Ливанской Хизбаллы, а больницы на севере буквально забиты сирийскими ранеными. Но отправят ли в Алеппо своих военных, пусть даже и добровольцев, большой вопрос. У еврейского государства хватает и своих забот. Сергей Узлендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Но тем временем в столице Сирии, Дамаске, семилетняя девочка подорвала себя в полицейском участке. Очевидцы видели, как она вошла в здание полиции, спросила, где находится туалет, после чего прогремел взрыв. В главном полицейском управлении Дамаска сообщили, что взрывчатка была активирована дистанционно. Уже известно о троих погибших и пяти тяжело раненых. Вернемся в Украину. Налоговая земельная и пенсионная реформы – это только малый список планов украинского правительства на следующий год. Премьер на встрече с экспертами и общественностью отчитался о проделанной работе и рассказал о последующих шагах Кабмина. Владимир Гройсман также надеется, что на следующей неделе парламент проголосует за проект госбюджета. А вот народные депутаты требуют от правительства ограничить в бюджете дотации крупным сельхозпроизводителям. Исходя из проекта главной сметы страны, большую часть преференций, а это около 2 миллиардов гривен, могут получить только несколько крупных предприятий. А мелкие и средние остаются ни с чем. Подробнее в следующем материале. Мелких и средних аграриев могут лишить бюджетных дотаций. Уже больше года ассоциации украинских фермеров пытаются выбить от правительства финансовую помощь. В бюджете на следующий год на дотации заложили целых 4 миллиарда гривен. Но вот мелкие и средние сельхозпроизводители их попросту не увидят. Это 4,2 миллиона личных селянских господарств. 38 тысяч фермерских господарств, которые вырубляют валовые продукции 65%. Вот они и в этом бюджете имеют задекларованных 65 миллионов гривен. А вот большая часть остальной суммы достанется нескольким крупным производителям птицы и молока, которые и так работают с прибылью, говорит Иван Томич. Для мелких хозяйств это означает, что тысячи людей потеряют работу. Если 2 миллиарда гривен на поддержку птицы, то это означает, что 2, частично 3, предприятия получают эти деньги. И вот тут как раз межа на высшую цену. Уряд Яценюка был тем, кто первый взломал единый фиксированный податок, где он фактически был уничтожен. И началось частково, я бы сказал, выбирать, выбирать, что до пиль. Теперь идет мова вообще про ликвидацию пиль по ПДВ для дребных и средних. Точнее, еще для средних. Для крупных. Крупные имеют преференции надзвучайно большие. Немедленно изменить перераспределение дотаций. Министра аграрной политики призвали народные депутаты. То, что пропонует Кабинет Министров, он связан с тем, что давайте будем допомогать великим агрохолдингам, которые, до рождения, прибудковыми. Украинский бюджет не должен дотовать прибудковых аграрьев, которые, в том числе, и великими. Мы бы запропоновали больше активно допомогать, сделать обмежения для того, чтобы дотации, были выданы только маленькому и среднему бизнесу. А именно, предлагают ограничить дотации в 50 миллионов гривен на одно предприятие. Это позволит избежать коррупционного лобби, уверен Нардеп. Внести изменения в проект бюджета от правительства будут требовать уже на следующей неделе. Если власть не прислушается, готовы выйти и сказать свое слово уже сами фермеры. Алексей Пшемызкий, Иван Матриченко. Подробности в телеканал Интер. Свой план выхода из кризиса разработало оппозиционное правительство. Документ намерены презентовать в конце января. Сегодня оппозиционеры прошлись по проекту бюджета 2017, который Рада планирует рассматривать на следующей неделе. Помимо прочего, возмутили их суммы, предусмотренные на содержание новых антикоррупционных органов. Силовой блок в этом году обойдется нам в 120 миллиардов гривен. А образование обойдется в 28 миллиардов, здравоохранение в 14,2 миллиарда гривен. Такого дисбаланса это путь в никуда. 2 миллиарда 100 миллионов выходите на борьбу с коррупцией. То есть почти 100 миллионов долларов вам бизнес должен заплатить. Страсти по декоммунизации. В Одессе развернулось настоящее безумие вокруг переименования улиц. Дошло даже до стычек с полицией. Таким бурным оказалось начало общественных слушаний. К какому результату пришли противоборствующие стороны в репортаже наших корреспондентов? У здания Приморской райадминистрации Одессы сторонники и противники декоммунизации пришли на слушания по вопросу смены названий улиц. Еще в мае тогда губернатор Саакашвили подписал соответствующее распоряжение. И теперь Гайдара стала называться улицей Ивана и Юрия Лип, а Белинского – улицей Леонтовича. Местные власти решили пересмотреть некоторые положения этого документа на общественных слушаниях, посчитав распоряжение Саакашвили незаконным. Активисты против. У входа толчая. Проукраинские активисты опасаются, что в зал раньше них пустят заранее подготовленных людей. Все пытаются попасть внутрь, охрана не пускает. Неожиданно кто-то брызгает слезоточивый газ. В лицо полицейскому начинаются стычки. Правоохранители тоже применяют спецсредства. Страсти кое-как улеглись. Людей после регистрации начали пускать в зал. Помещение забито до отказа. Противники декоммунизации настаивают. Улицы должны носить прежние названия. Нам навязывают каких-то незнакомых, ненужных нам людей. Нам подходит то, что у нас есть. Вот почему Гайдара должны переименовать, Керечковой почему должны переименовать. В итоге подавляющим большинством голосов на слушаниях победили сторонники декоммунизации. Распоряжение Саакашвили о переименовании улиц осталось в силе. Андрей Анастасов, Николай Яковенко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Одессе уже в который раз собрались судьи по делу 2 мая. Единственное, что им удалось решить, еще на два месяца оставить под стражей пятерых обвиняемых. А вот к рассмотрению дела опять не приступили. Как и на прошлой неделе не явились все участники процесса, включая потерпевших. А это более 30 человек. Напомню, из-за изменений в составе судейской коллегии, дело о событиях, которые произошли в центре города в 2014 году, придется рассматривать сначала. Что же касается второго эпизода пожара в Доме профсоюзов, во время которого погибли 42 человека, то по нему до сих пор продолжается расследование. Спецслужбы США намерены принять участие в допросах подозреваемых по делу о замороженных счетах Виктора Януковича. Об этом сегодня заявил заместитель генерального прокурора Евгений Йенин. По его словам, пока речь идет о 40 миллиардах долларов. Окончательную же сумму украденных беглым президентом денег в ближайшее время определят следственные экспертизы. Янин отметил, что штатовские спецслужбы всячески идут навстречу и по другим уголовным делам, отслеживая движение коррупционных активов. В Николаевской области разгорелся скандал с прокурором. Один из местных бизнесменов обвинил правоохранителя в вымогательстве, даже потребовал вернуть деньги. И началась у предпринимателя в жизни черная полоса. К нему вдруг зачастили с обысками. Почему? Разбирался Кирилл Ющишин. Роман, директор частного предприятия по переработке зерна в Новодесском районе. Два года назад выставил на продажу свой автомобиль Toyota Camry. Сразу же нашелся покупатель, местный прокурор. Но попросил рассрочку. Мол, машину заберет сейчас, а деньги отдаст частями в течение года. Тогда официально оформят сделку и новый техпаспорт. Но ни денег, ни своего автомобиля Роман так и не дождался. Написал заявление в областную прокуратуру. Но в ответ... После этого на предприятии зачастили проверяющие. То документы изымают, то компьютеры. Сотрудников регулярно вызывают на допросы в прокуратуру. Просто спрашивали о контрагентах, про финансовую отчетность. Вызвали на допрос, но подписывать протоколы допроса у меня не было. Такой возможности я его не подписывала. В прокуратуре подтвердили, обыски были. Но называть, какие уголовные производства открыты, отказались. Сам прокурор не скрывает, что ездит на чужом автомобиле с чужим техпаспортом. Но уверяет, за машину рассчитался. С отцом Романа, который умер год назад. Не было расписок у нас, у нас были дружные стосунки. Не я не писал никаких расписок, не батько не писал мне никаких документов про то, что он отримал от меня деньги. А предпринимателю все не везет. Неделю назад появилось еще одно уголовное производство. Роман приобрел сувенирную казацкую шашку. Как положено, отдал ее полиции, чтобы зарегистрировали. И уже получил обратно с разрешением. Неделю после главного инспектора дозвольной системы выбили двери, сломали сейф. И начальник полиции Новоодеськи сказал, что относительно меня порушено криминальное проведение за незаконное владение этой оружием. Порушено криминальное проведение не относительно предпринимателя, а за фактом, за фактом, никакого тиска на предпринимателя нет. Во время съемок сюжета мы увидели, в кабинете Новоодеского прокурора хранится подобное сувенирное оружие. Но он никаких разрешительных документов не оформлял. Роман настроен добиваться правды в суде и уже нанял адвокатов. Очередной пьяный судья за рулем. На этот раз в городе Стрей во Львовской области. Полицейские заметили машину, которая остановилась на светофоре, когда загорелся зеленый свет, не сдвинулась с места. Патрульные открыли авто и почувствовали резкий запах алкоголя. За рулем находился мужчина в невменяемом состоянии. Как выяснилось, это судья местного суда. Когда его разбудили, от теста на алкоголь он отказался. Если правоохранителям удастся доказать, что служитель Фемиды сел за руль нетрезвым, ему грозит штраф и лишение водительских прав на год. Судьбу нарушителя будут решать его же коллеги в городском суде. Инспекторы в гучномовец попередили водителя, то есть проинформировали его, что можно начать движение. Автомобиль не двигался, а стоял с заведенным двигателем и светились фары. Полицейские подошли к автомобилю и увидели, что водитель сидит с закрытыми очками. Открыли двери, и из салона автомобиля было очень слышно сильный запах алкоголя. Полицейские вскоре все же пересядут на новенькие экологические кроссоверы. Сегодня, под конец рабочей недели, более того, под конец рабочего дня, был подписан договор на поставку 635 автомобилей Митсубиси. Один стоит 57 тысяч долларов. В МВД считают такую цену приемлемой и обоснованной. Но вот эксперты и журналисты уже не раз писали об этом тендере и требовали отменить его результаты. Мало того, что он прошел с нарушениями, ведь было указано, что машины закупают не для нужд обороны, хотя на самом деле просто раздадут по областям. Так и стоимость немалая. Активисты подсчитали, на немецком сайте такой автомобиль с базовой комплектацией стоит около 40 тысяч евро. Если перевести в доллары и добавить к стоимости цену спецоборудования, иномарка обойдется примерно в 44 тысячи. Куда же исчезает еще 13? Непонятно. В общем, канут в лето около четверти миллиарда гривен. Кстати, активисты утверждают, что компания «Победитель тендера» тесно связана с Народным фронтом. 25 правоохранителей отстранили от обязанностей на время расследования трагедии в Княжичах. Виновные точно так и не установлены. Исполняющий обязанности главой полиции сообщил, что единственный виновник расстрела полицейскими своих коллег погиб. Но эксперты в официальной версии сомневаются. Почему узнавали наши корреспонденты? Чтобы найти слабые места в версии правоохранителей, говорит полковник запаса ВСУ Олег Жданов, особо стараться не нужно. Достаточно просто увидеть фото с места происшествия. В расстрелянной в Княжичах машине госохраны видны десятки отверстий от пуль с нескольких сторон. Пулевые отверстия находятся на лобовом стекле, напротив старшего машины и напротив водителя. Водительское стекло и дверь вообще изрешечена пулями. И заднее стекло выпало от количества прошедших через него пуль. То есть три направления стрельбы, это минимум три человека применяло оружие. Официальная версия правоохранителей противоположная. Вчера ИО главы нацполиции Вадим Троян при общении с журналистами заявил, четырех правоохранителей в машине ГСО застрелил один человек, погибший майор Корда Виталий Валецкий. Сами Кордевцы, можете опинуться на лаве под судной за результатами расследования и отримать строк? Все это известно? Конечно, но я думаю, что там справа в том, что стреляла ваша одна людина. Вы знаете, кто он помер. Ряд изданий со ссылкой на источник в МВД ранее сообщали. Из тела одного из убитых сотрудников полиции охраны достали 38 пуль. Однако одна обойма автомата Калашникова, которым и вооружен Корд, вмещает 30 патронов. Ему надо было бежать спереди машины, сбоку машины, сзади машины, открыть при этом прицельный огонь, перезарядить при этом оружие. То есть это даже теоретически невозможно. Версию полиции опровергает и единственный выживший свидетель перестрелки, водитель машины ГСО. На похоронах своих коллег, вопреки приказу не общаться с журналистами, он сказал, стрелок был не один. Мы не успели ничего сказать. Они выскочили, три секунды начали стрелять. Я уж думал, он увидит, кто мы и разберемся, а тут сразу пальба и все, еле успел убежать. Первыми стреляли работники Корда. Первыми стреляли, это 100%. Это в двух метрах от меня происходило. Еще один вопрос, которым задаются эксперты, как кордовцы могли не заметить люминесцентную ленту флаг на машине ГСО. Также озвученная версия не дает ответов на вопросы, кто и когда из расстрелянных правоохранителей открыл ответный огонь, которым и был убит офицер Корда. Ну а в МВД обещают на следующей неделе передать результаты внутреннего расследования в ГПУ. Наталья Савченко, Руслан Смещук, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Прощай, Надежда. Батьковщина исключила из состава парламентской фракции нардепа Савченко. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила Юлия Тимошенко. Впрочем, лишать Савченко значка народного депутата уже бывшие однопартийцы не собираются. Лидер фракции подчеркнула, что развод произошел из-за разницы в политических взглядах. Но, учитывая, что забывшего первого номера предвыборного списка Батьковщины голосовали избиратели, она имеет право работать в здании под куполом. Напомню, 13 декабря Савченко сама вышла из партии, но оставалась во фракции. А недели и ранее нардеп тайно посетила Минск, где встречалась с главарями так называемых ДНР и ЛНР. Террористическая организация ДНР готова выдать Украине только 8 пленных украинцев. В обмен на 228 задержанных боевиков. Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемую уполномоченную по правам человека в ДНР. Но готова ли Украина на такой неравноценный обмен? Мы попросили прокомментировать в СБУ. Мы уже практически договариваемся о том, что мы, отдавая 228, могли бы получить как минимум 48 человек. Цифра 8 никаким образом не имеет отношения к реальной ситуации. Поэтому, конечно, мы даже не думаем обсуждать цифру 8, допустим, в схеме 8, где равно 228. Вернуться ли украинские пленные домой к Новому году зависит в большей степени от российской стороны. Так считает представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма. Обязательства по обмену заложников напомнил. Он брали на себя все стороны, включая Россию и представители оккупированных территорий. Но гарантировать, что это произойдет до 1 января, не может никто. У нас одна площадка переговорная, Минск. И там все, что касается этих проблем, там есть. Инших площадок я не узнаю. За всем этим, на великий жаль, стоит великая политика. А тут меньше политики должно быть, а больше, так сказать, людского. Под обстрелами в темноте и холоде. Так уже полгода живут жители Зайцево в Донецкой области. Поселок уже который месяц отрезан от электроснабжения. Как выживают люди на линии фронта и почему не могут восстановить подачу электроэнергии? В сюжете Ирина Баглай. Простейший способ снова электрифицировать село Зайцево, это восстановить вот эту линию передач. Но она уходит на оккупированную часть села Зайцево, а боевики со своей стороны не дают возможность ремонтным бригадам начать работы. Поэтому альтернативный вариант это запустить в обход новую линию. В нескольких метрах от оборванной линии дом Людмилы. Знает, до весны света в селе не будет, как и остальные в Зайцевом живет при свечах. Вот только вчера нам их выдали. Мне правда соседи еще отдали 20 штук. Вот у меня 40 штук. В день по две свечки будут уходить. Свечек меньше, чем на месяц, угля до февраля. Весь стратегический запас женщины. И всегда под рукой тонометр. Сердце не выдерживает ночных обстрелов и постоянной тьмы. Невозможно жить, живем как кроты в норе. Просто это уже стало на нервы действовать, давление от этого поднимается, постоянно в темноте, в темноте, в темноте. Выживают здесь благодаря помощи Красного Креста. Бензин нам привозят время от времени для генераторов, чтобы мы хотя бы мобильные телефоны заряжали и фонарики. Как самое дорогое берегут подсобное хозяйство своих кормилец. Свечечка для курочек. Вот смотрите. Нет у нас света. Свечечка горит. Вот курочки. Им надо свет. Обогреться и еду приготовить можно только на печах. Недавно в селе завезли уголь от того же Красного Креста. Правда, подрядчик довез не все, что обещала волонтерская организация. Вот эта куча, вот здесь. Это привез КАМАЗ, 12-тонный, который вместимость. Но по накладной здесь написано 18 тонн. Мы еще не перевешивали, но здесь 18 тонн нет. Уголь мокрый. Он весь комками. Я не знаю, как выдавать его людям. Альтернатива дрова. Но за ними в лесопосадку можно сходить только один. Последний раз. Растяжки, мины. У нас он еще месяц не прошел, как он один мужчина взорвался. Она мине разорвала. Его полностью разорвало. Он на верхней жонке. Так что сюда ни в посадку, никуда не вообще. Он пошел корову забрать. Корову побежали в посадку. Он за ними и разорвался. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Ребенок-террорист. 12-летнего мальчика подозревают в подготовке теракта в Германии. Он изготовил бомбу и пытался дважды подорвать ее в людных местах. Произошло это в конце ноября. Но в СМИ информация попала только сейчас. Все подробности изучила Татьяна Лагунова. 12 лет. Родился в Германии в семье выходцев из Ирака. Был очень религиозен и, вероятно, попал под влияние сторонника ВИГИЛ. Это все, что известно о мальчике, который в конце ноября дважды пытался взорвать самодельную бомбу в немецком Людвигсхаффене. Рождественский рынок и площадь возле городской ратуши. В этих людных местах подросток оставлял рюкзак с самодельным взрывным устройством. Дважды подозрительную сумку находили бдительные прохожие и вызывали полицию. И дважды бомба, начиненная гвоздями, не сработала только благодаря счастливой случайности. При изготовлении устройства подросток допустил техническую ошибку. Жители города, мягко говоря, шокированы. Это такой новый способ устраивать взрывы при помощи несовершеннолетних? Позор! Поскольку парень несовершеннолетний, к уголовной ответственности его привлечь не могут. Сейчас он находится в специальном приюте для трудных подростков. Полиция же пытается выяснить, где и когда мальчик попал под влияние сторонников ИГИЛ. И кто именно подговорил его изготовить бомбу и устроить теракты. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Двигаемся далее. Вот какие подробности этого дня узнаете из второй части выпуска. Взрыв в Херсоне. Что подорвали в центре города? Замороженный марганец. Почему в городе ледяные батареи? В центре Херсона прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное устройство оставили на подоконнике в отделении одного из банков. В результате взрыва выбиты три окна. Повреждена мебель. Эксперты собрали улики и остатки взрывчатки, чтобы определить ее тип. Полицейские разыскивают свидетелей. Это уже второй подобный случай в Херсоне. В сентябре взрыв прогремел в другом районе города, но в отделении того же банка. В результате взрыва был поврежден оконный проем. В здании повреждена мебель в служебном помещении банка. Жертв в результате взрыва не было. Ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до десяти лет. Замороженный марганец. В городе более тысячи семей мерзнут в своих квартирах. Причина – неудачная децентрализация отопления. Напомним, мы уже рассказывали о подобной ситуации в Никополе, в той же Днепропетровской области. Почему марганец постигла та же участь, выясняла Елена Миндалюк. Утро пятницы. В Марганце началось митинга. Местные жители пикетируют городской совет. Люди говорят, пришли к чиновникам погреться. Мы сидим без света и без тепла. По трое суток, по четверо, по пять суток. Морозы были 11 градусов, а мы без света. У нас в квартире было 9 градусов тепла. Горожане мерзнут из-за постоянных аварий. Электроподстанции, электросети не выдерживают дополнительной нагрузки. В одной из многоэтажек даже загорелась щитовая. Жительница этого дома Виктория рассказывает, на первом этаже нечем было дышать. Полная квартира моей, моей квартиры была дыма. Настолько, что прям глаза выедало, представьте. Ян Кирнаш живет этажом выше. В его квартире не больше 15 градусов тепла. Из-за холода пришлось перевести семью к родителям. Начиная с октября месяца у нас света практически часто нет. Сначала это было краткосрочно, там несколько часов. Потом начало доходить, что нет сутки. Сейчас электричество в дом подали. Рабочие роют, траншеи будут прокладывать новый кабель. Чтобы избежать дальнейших отключений и аварий, энергетики обещают увеличить мощность в 6 раз. И так по всему Марганцу. Уже компания потратила миллионов 7. Перспектива, наверное, еще настолько же будет вложений. В мэрии заявляют, дескать, люди зря митингуют. Обещают профинансировать замену проводки в многоэтажках. И сетуют, что без централизованного отопления город остался вынужден. Отключили из-за долгов тепловиков перед нафтогазом. Автономные котельни успели построить лишь для бюджетных учреждений. Жителям пока обещают компенсировать затраты на индивидуальное отопление. Участники войны, инвалиды 1-2 группы, участники ликвидаторы АЭС, участники АТО. Все уже получили у нас помощь. Таких уже не осталось. Но осталась некоторая категория, которую мы обязуемся в следующем году с нового бюджета отдать все-таки эти деньги. Как подсчитали чиновники, сегодня без отопления остались не более тысячи абонентов. И вот им придется потерпеть и рассчитывать на везение. Может, обойдется без аварий на электросетях. Елена Медрюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Когда помощи ждать неоткуда. Сегодня в Украине не вышли на работу патронажные сестры Красного Креста. Минздрав перестал финансировать организацию. Люди с инвалидностью, одинокие старики в отчаянии. Ведь многие услуги им оказывали исключительно работники Красного Креста. Обо всем подробнее Елена Брынза. Николаю Алексеевичу 57. Травму, после которой перестал ходить, получил еще в юности. После смерти родителей остался один. Пять раз в неделю к нему наведывается соцработник. Помогает по дому. Но помощь нужна и медицинская. Может человек без воды, без еды определенное время. Но есть процедуры, без которых человек не может. Он так создан, ему нужны эти процедуры. Так же, как диабетику нужен инсулин. Туалет, душ, уколы. Обслужить себя сам мужчина не может. Еще до вчерашнего дня в этом помогала патронажная сестра Лариса. Из Красного Креста. Сегодня она уже официально уволена. Но своих подопечных пока не бросает. Вот он сидит на кресле, а вечером, ну вот некому положить. Некому. Так уйти мне на другую работу. Как он будет? На участке Ларисы 76 человек. Из них около 10 в такой же ситуации, как и Николай Алексеевич. Те люди, которые придумали вот этот закон или постанову министра удалить эту службу. Они придумали что-нибудь альтернативу какую-то таким людям. Придумайте альтернативу, потом уже сокращайте, увольняйте. Я не понимаю. Это театр абсурда какой-то. Патронажную службу ликвидировали, потому что Минздрав попросту прекратил финансирование. На официальном сайте ведомства объясняют почему. Дескать, есть данные о нецелевом использовании денег. Да и вообще, во всем мире Красный Крест финансируют меценаты и благотворительные фонды. А функции патронажных сестер будут выполнять соцработники. Хотя до сих пор новые обязанности не распределили. Вот только участковые медсестры помогать в деликатных вопросах не хотят, говорит Николай Алексеевич. Поликлиника от меня вообще отказалась. Они сказали, мы не будем заниматься тобой. Решайте по приеме сам как хочешь. Или иди в дом престарелых, в интернат. Еще один выход нанять сиделку. Но позволить себе такую роскошь при мизерной пенсии мужчина не может. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Крапивницкий. Очередная кибератака. Сегодня хакеры взломали сайт Министерства инфраструктуры. Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь ведомства Марина Тамко. По ее словам, ресурс атаковали с самого утра. Сейчас его работу возобновили. Напомню, вчера злоумышленники повредили серверы Укрзалезницы. Но сегодня все сервисы также доступны пользователям. Ну а недавно был взломан сайт Министерства обороны Украины. Тогда повредили электронные системы Минфина и госказначейство также. Сегодня стало известно, что из-за атаки ведомства потеряли 3 терабайта информации. Об этом сообщил замдиректора Института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк. По его словам, обеспечение информбезопасности – один из рисков в бюджетной системе. В свою очередь, секретарь СНБО Турчинов заявлял, что все эти атаки были заранее спланированы из единого центра в России. А цель киберпреступников – дестабилизация финансово-банковского сектора Украины. Изобретательный контрабандист. Рекордную партию 43 тысячи пачек сигарет пытались переправить через украинско-польскую границу в грузовике для лошадей. Трех племенных скакунов перевозили из Канева в Германию на машине с немецкой регистрацией. Пограничники пункта пропуска Краковец решили осмотреть прицеп грузовика. Они вывели лошадей, а в стенах обнаружили тайник с сигаретами. С лошадьми все в порядке, их уже возвращают домой в Канев. Ну а вот товары машину изъяли. Водителю грозит штраф. Загадочный визит. Советник Трампа за снятие санкций. Такими заголовками подстрелили в эти дни российские СМИ. Кто и зачем проводил переговоры и как эта ситуация выглядит из Вашингтона. Дмитрий Ановченко разбирался. Заголовки в новостейных лентах один ярче другого. Помощник Трампа за пересмотр санкций. Соратник Трампа обсудил в Москве их снятие. Представитель штаба Трампа предлагает начать все с чистого листа. И даже администрация Трампа ставит санкции под сомнение. Все это о поездке в Москву бывшего американского конгрессмена Джека Кингстона. Он действительно был в российской столице. Действительно за закрытыми дверями говорил с бизнесменами. И проронил слова, которые вызвали столько шуму. Мол, санкции действуют так долго, а если результат, может быть Трампу их отменить. Новости из России перепечатали и украинские СМИ. И до Америки этот бум докатился. Пресса задалась вопросом. Дескать, неужели команда Трампа уже сейчас, еще до инаугурации, нащупывает контакты в Москве? Очень скоро выяснилось, что Джек Кингстон, человек, которого СМИ называли и помощником, и советником, и представителем Трампа, действительно, в ходе избирательной кампании был одним из множества доверенных лиц кандидатов в президенты. Но он не является членом его переходной команды. Более того, на прямой вопрос CNN, а в окружении Трампа вообще знали, что вы в Москву летите? Сам Кингстон честно ответил, нет. Я по-прежнему сторонник Трампа, но я не связан с компанией, и у меня вообще нет никакой официальной роли сейчас. А неофициальная роль тоже известна. Высокопоставленный дипломат тут в Соединенных Штатах подтвердил мне, что бывший конгрессмен, мол, давно уже не связан ни с государством, ни тем более с Трампом, а работает в некой частной компании под названием Square Pact and Box. Формально она позиционируется как юридическая фирма. Полторы тысячи сотрудников, 46 офисов в 21 стране мира, но зачастую занимается лоббизмом. Тесно связано с Россией, к примеру, представляет интересы попавшего под санкции Газпромбанка. Так что СМИ все-таки выдали желаемое за действительное. Хотя американские эксперты говорят, что на этот сигнал все равно нельзя не обращать внимания. Ведь компания, которую представляет Джек Кингстон, работала с ExxonMobil, глава которой должен стать новым госсекретарем. А нефтегазовый гигант как раз из-за санкций заморозил 9 из 10 энергетических проектов в России. Один из партнеров этой фирмы – Трентлот, влиятельный республиканец, бывший лидер партии в Конгрессе. И человек, который близко дружит с теми, кто теперь придет к власти в Соединенных Штатах. Так что, похоже, все эти громкие заявления, мол, санкции против России никому не нужны, они ничего не дают, Это скорее голос большого бизнеса и его лоббистов, чем позиция новой команды Трампа. Другой вопрос – станут ли новый президент и новый госсекретарь прислушиваться к этому голосу. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Подарок Ватикана на день рождения Папы, новая валюта Острова Свободы и выступление против геноцидов в Париже. Об этих и других событиях в нашем обзоре. Куба предложила погасить свой долг перед Чехией – ромом. Речь идет о 276 миллионах долларов. Ежегодно Чехия ввозит кубинского рома на 2 миллиона долларов. А крепкого напитка, везенного на всю сумму долга, чехам хватило бы более чем на 100 лет. Министерстве финансов Чехии ответили – сделку одобрить можно. Но все же часть хотели бы получить наличными. Внешний долг Кубы – почти 25 миллиардов долларов. Япония, Мексика и Россия простили задолженность. Страны ЕС согласились на реструктуризацию. В перуанской столице Лиме полицейские устроили облавы на наркоторговцев в костюмах Санта-Клаусов. Необычная идея пришла в голову шефу местной полиции. Под таким прикрытием правоохранителям удалось арестовать несколько десятков подозреваемых. Обещают – на Пасху придумают что-нибудь похлеще. Парижские зоозащитники вступились за крыс. Во французской столице уже закрыли пять парков. Из-за нашествия грызунов. На борьбу с ними местные власти бросили все коммунальные силы. Но зоозащитники назвали это геноцидом. Уверяют – крысы не представляют угрозы для парижан. Уже собрали 15 тысяч подписей под требованием прекратить их уничтожение. В честь рок-музыканта Джимми Хендрикса назвали новое растение. Дудлея Эндрикси или Живучка Хендрикса. С розовато-белыми лепестками. Была открыта в Мексике. Высоту до 30 сантиметров и может долго обходиться без воды. Студент университета, обнаруживший цветок, поклонник творчества Хендрикса. Поэтому и решил назвать свое открытие в честь любимого музыканта. Ватикан поздравил Папу Римского с днем рождения почтовой маркой. Завтра понтифику исполняется 80 лет. На изображении Папа Франциск рядом с Мадонной Лухан, покровительницей его родины Аргентины. Набор из четырех марок можно будет приобрести в почтовом отделении Ватикана. Две мамы, один папа в Великобритании разрешили рождение детей от трех родителей. Ученые называют это медицинским прорывом, но а скептики игрой в Бога. Сезай против взвесила наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Генно-модифицированные люди. Технология рождения ребенка от трех родителей вызвала волну критики. Главная претензия правозащитников и религиозных деятелей – это возможность управлять внешностью малыша, создавать так называемых дизайнерских детей. То есть благодаря генетическому материалу еще одной мамы подобрать цвет глаз или изменить цвет кожи будущего ребенка. Правда, ученые уверяют, разрешение на подобную процедуру будут получать лишь те пациенты, которые физически не могут иметь здоровых детей. Пока мы видим большой скептицизм по этому поводу, но так бывает всегда, когда появляется новое медицинское лечение. Это однозначно историческое решение. Многие родители получат шанс иметь генетически здоровых собственных детей. Речь идет о женщинах с генетическими дефектами в митохондриях. Их дети появляются на свет с врожденными заболеваниями. Это нарушение функции головного мозга, мускульная дистрофия, пороки сердца, слепота. Часто это приводит к смерти. Революционный метод заключается в том, чтобы взять две яйцеклетки – мамы и женщины-донора. Таким образом, у ребенка будут ДНК трех родителей. Если бы такой метод был легальным два года назад, у этой британской семьи была бы здоровая дочь. Она не способна держать свою голову, ей просто не хватает на это силы и энергии. В результате у нее отмирает мозг. Это вопрос времени. После рождения Джессики супруги решили больше детей не иметь. Но теперь у них появилась возможность родить здорового малыша. И хотя пока непонятно, какие риски могут существовать для ребенка в дальнейшем, эти родители готовы пойти на все. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». 60 автомобилей столкнулись на дороге из-за сильных снегопадов в штате Пенсильвания. Из-за плохой видимости и скользкой дороги в аварию попали минимум 22 грузовика и 37 легковых авто. Арктический вечер принес непогоду не только в Пенсильвании. От холода и снега страдают жители почти всех северных штатов Америки. Покатались. Хватит. В Украине намерены вернуть 10-процентный налог на ввоз автомобилей из Европы. Хотя еще в начале года акциз уменьшили. Сколько теперь придется платить украинцам за новую иномарку? В материале Олега Решетняка. За последние годы производство украинских авто заметно уменьшилось. Причин много. Тут и экономические проблемы в стране, плюс торговый эмбарго с Россией, где наши машины раньше неплохо продавались. Но главная проблема – соотношение цены и качества. Долгие годы различные правительства пытались помочь отечественному автопрому. В частности, вводили дополнительные налоги на импортное авто, начиная с 2005-го. Из-за чего иномарки дорожали. И даже сейчас при сниженных таможенных сборах цены несопоставимы. К примеру, украинский «Деолана» с премиум комплектацией сейчас стоит почти 8 тысяч долларов. А в Европе за такие же деньги можно купить «Шкоду» малолитражку. По условиям торгового соглашения с Европейским Союзом, акциз на ввоз авто с каждым годом должен уменьшаться. А значит и цена падает. Но здесь включается украинское народное правило. Старые налоги снизили и почти сразу ввели новые. В Минэкономразвитии считают, отечественному производителю снова нужна поддержка. Поэтому нужно вернуть акциз, который в начале года уменьшили. Если это произойдет, говорят импортеры, иномарки не подешевеют. Речь идет о том, что автомобили могли бы дешеветь с уменьшением пошлины. Но они не будут дешеветь, потому что будут увеличиваться. Эксперты говорят, бороться за отечественный автопром нет смысла. Ведь люди все равно выбирают то, что лучше по качеству и меньше по стоимости. А наши машины так и не смогли завоевать лидерство на внутреннем рынке. Идея создания национального украинского автомобиля, она уже утопична. Об этом можно было говорить в 90-е годы, в конце 90-х годов. Сейчас разработать автомобиль с нуля Украина уже не в состоянии. И дело тут даже не в деньгах. У нас уже утраченные кадры, которые могут это делать. Для того, чтобы переследить украинца на отечественный автомобиль, нужно дать ему пример. Для меня очень странно, когда вы подойдите в Верховную Раду. Вы видите там встроенные ряды Ланосов или Батаврий? Почему-то не видите. Как могут люди, которые сами ездят на Мерседесах, уговаривать украинцев покупать отечественный автомобиль? Впрочем, отечественные автопроизводители по-прежнему продолжают настаивать на господдержке в виде дополнительных пошлин и акцизов на иномарке. Приводя в пример некоторые страны, которые за счет этого смогли наладить выпуск собственных железных коней. И увеличить количество рабочих мест. Поддержит ли Кабмин и парламент украинский автопром в очередной раз? Увидим уже в 2017. Олег Решетняк, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Такими были подробности этого дня. Наш информационный вечер продолжается. Уже через несколько минут мы с вами встречаемся в студии самого популярного политического ток-шоу страны «Черное зеркало». Не пропустите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...